Звон колоколов, разносящийся над Енисеем, теперь в Академгородке слышен каждые выходные праздники. Новый храм в честь царственных новомучеников и всех новомучеников российских уже принимает у себя прихожан. Новомучениками называют святых, которые приняли смерть во имя веры во время гонения на церковь. Период этот начался в 1917 году. По благословению Святейшего Синода стали собирать материалы по погибшим. Официально канонизированы около 15 тысяч святых. Храмы новомучеников и исповедников российских храмов очень мало, потому что они недавно сравнительно были прославлены с 2000 года. И поэтому, наверное, еще не успели построить в честь этих святых. Храм в Академгородке выстроен во славу новомучеников. В верхний предел еще строится, но в нижнем уже вовсю идут службы. Многие иконы привезены из Греции вместе с мощами святых. К иконе Иоанна Русского обращаются те, кто не может завести детей или у кого болеют малыши. Помогает святой и тяжело больным. У нашей сотрудницы, прихожанки, муж перенес инсульт, очень редкой степени, редкой стадии инсульт. И мы начали молиться. Врачи отказались в помощи. Сказали, мы бессильны здесь. Через несколько недель Владимир, о ком мы молились, он пришел в себя. К нему Иоанн Русский сам явился, когда он лежал. Говорит, молодой парень зашел ко мне, положил руку на плечо и сказал, все будет хорошо, ты выживешь, выздоровеешь, за тебя молятся. Подобных историй настоятель слышал немало. Чудеса происходили и у иконы чудотворца Спиридона. Просящие о работе или улучшении финансового положения спустя время приходили с благодарностями к святому. Чудом можно считать и то, что тело святого, жившего в 4 веке, до сих пор нетленно. Температура тела его 36,6 на данный момент. И суставы гнутся. Если надавить на тело, отпустить, оно восстанавливается, наполняется кровью. И точно так же у святителя. Помолиться у икон святых можно каждые выходные. В субботу вечерняя служба начинается с 5 часов. В воскресенье в 8 утра. Также священнослужители рады любой помощи от прихожан, чтобы закончить работы. Закладной крест поставлен еще в 1998 году. К строительству пятикупольного храма в традиционном русском стиле с колокольней приступили в 2001. Постройка еще не завершена, но красноярцы уже могут гордиться храмом над Енисеем. Объекты культурного наследия – это, безусловно, не только то, что построено 100 лет назад, больше, чем 100 лет назад. Это и то, что создается в наше время, потому что красоту нужно создавать, и, слава Богу, мы начали этим заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok